Следующее упражнение. Я чувствую, что я о каждом упражнении готова говорить, что оно уникально, что оно необыкновенно, но это и так. Это так и есть. Я очень советую практиковать дыхательные упражнения, даже самые простые. Вы можете увидеть, насколько ваша жизнь меняется только в этой практике. Итак, Уджай. Что это за упражнение? Оно также основано на полном йоговском дыхании. И здесь нужно помнить некоторые дополнительные детали. У нас живот на Уджай практике подобран и в тонусе. И мы пережимаем голосовую щи. Мы пережимаем голосовую щи таким образом и дышим через нее, как будто бы мы дышим именно этой областью. У нас при этом возникают звуки, похожие на Хо или Со. Хо на вдохе и Хо на выдохе. Я покажу. Это шумящее дыхание. Можно заметить, что иногда детки маленькие, если бы наблюдать, они имеют. И любой спящий человек, подождем за мной одинаково, он иногда дышит у Джаи во сне. И мы иногда слышим вот такое вот. Сейчас я покажу вам. Далее мы можем видеть бабушку, дедушку с заснувшими в кресле. Мы можем заметить, что они иногда так вот дышат. Очень любопытное упражнение. Итак, еще раз, как мы его делаем? Это упражнение лежа я не советую делать. Его стоит делать сидя. Во время ходьбы для начинающих тоже я не рекомендую делать. Потом, когда это упражнение уже хорошо будет освоено, можно когда угодно делать. Что самое важное, те, кто у меня занимается, запомните, мы будем учиться пользоваться этой практикой во время асан. Это очень интересная вещь, уже буквально в ближайшие уроки. Итак, у Джая, это подобранный животик, тонус в животе, перекрывание голосовой щели и дыхание, как будто дыхание производится вот в этой щели, дыхание шипящее. Продолжение следует... И я надеюсь, что запись позволяет услышать эти шипения. Еще раз, можно, если сразу не получается, можно попробовать попрактиковать, как бы дыша здесь, произносить хо и ха. Хо на тохе, ха на выдохе. И затем закрытым ртом, с пережатой щелью. То же самое. И так, что это за упражнение, какой эффект оно дает? Естественно, что все эффекты, которые я произнесла до сих пор, они здесь присутствуют. Но, понятно, из-за перекрытия щелей у нас есть дополнительные эффекты, любопытнейшие. Такое дыхание создает вибрации. Эти вибрации влияют на железы, находящиеся в области вишудха чакры, в области горла. Это щитовидная железа, это вилочковая железа, это медалевидные слюнные железы. Что делают эти вибрации? Они просто активизируют эти железы. Понятно, что активизация щитовидной железы таким образом ее очень оздоравливает. Такое дыхание задействует через щитовидную железу весь организм. Весь организм активизируется очень мягко, очень аккуратно, но активизируется, становится теплее, спокойнее. Это дыхание активизирует мозг. Мы становимся спокойнее. Вот если нам нужно успокоиться, согреться, войти глубже в асану, мы будем пользоваться джаи-практикой. Когда можно делать и как-то упражнение, как я сказала, сидя, можно делать утром, можно делать в обед, можно делать вечером, можно делать перед сном, потому что оно действительно обладает очень успокаивающим эффектом, в отличие от многих дыхательных практик. Можно уснуть уже выполняя утром, поэтому запросто перед сном делайте. Делайте это хорошо. Как мы будем делать утром во время выполнения асан, мы увидим в дальнейшем. Итак, практикуйте пранаяну. Выполняйте дыхательные практики, занимайтесь, изучайте, наблюдайте за тем, что с вами происходит в результате. Никогда не делайте дыхательные упражнения на полный желудок, немножечко подождите после еды. Желательно, идеально час, если не получается час, можно и меньше. Но чтобы это не было причиной не практиковать пранаяну. После практики пранаяны нужно тоже немножечко подождать. В идеале полчаса, можно чуть меньше. Еще зависит от того, на каком уровне практики мы находимся. Если в самом начале, то нормально 15-20 минут подождать. Все остальное мы уже обговорили. Желаю вам удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова